Тумсо, когда ты отрицаешь геноцид русских в Чечне, ты приводишь абсурдный аргумент, мол, у вас с соседями были хорошие отношения, ты правда думаешь, так хорошо было по всей республике? Тумсо, ты хочешь, чтобы чеченцы отделились от России, а что будет с чеченцами, которые живут в России, родились в России? У меня есть друзья, чеченцы хорошие люди, они не хотят отделяться. Тумсо, который был произведен Россией 21 октября 1999 года. Это было жесточайшее преступление, которое совершило российское государство, которое оно по сегодняшний день не признало и оправдывает это всяческими отмазками, что они якобы нанесли удар по рынку сбыта оружия и так далее. На самом деле, 21 октября был нанесен удар по центральному рынку города Грозного, причем по вещевому. Центральный рынок города Грозного на тот момент представлял себе такой микс. То есть там где-то была часть, где продавались продукты, часть, где продавались вещи, там где-то был крытый рынок, в общем, открытый и разный. И вот они ударили тогда прямо в открытый рынок вещевой, там где продавались вещи, где в основном работали женщины. Процентов, наверное, 95 всех продавцов на этом рынке были чеченские женщины. И, значит, второй удар был нанесен по центральному родильному дому в городе Грозном. И также был нанесен удар по мечети в поселке Калинино. Все эти удары были нанесены ракетами класса «Земля-Земля» — это крылатые ракеты, то есть это откуда-то издалека они были выпущены. Это не так, что там какие-то там танки или гаубицы расположены где-то неподалеку ударили. Это был целенаправленный удар этими крылатыми ракетами. И тогда погибло очень много людей. В общей сложности 137 человек, в общем, в порядке 150. Понятно, что, возможно, кого-то не посчитали. И это массовое убийство мирных граждан. Это является военным преступлением, так как целенаправленный удар по мирным объектам является военным преступлением. Даже когда воюющие стороны имеют право на обмен артиллерийскими ударами, авиаударами, понятно, что это все входит в правила ведения войны, международные правила. Однако, когда эти удары наносятся целенаправленно по мирным объектам, по больницам, по рынкам, по мечетям и так далее, это является военным преступлением. На рынке тогда погибло 61 жертвы, и были 61 человек. В родильном доме погибло 13 женщин и 15 новорожденных малышей. 7 человек погибли от осколков на стоянке перед зданием роддома. У здания, рядом находится главпочта, там было очень много раненых осколками. Возможно, люди погибли уже позже, поэтому я говорю, что жертвы, скорее всего, жертв было гораздо больше. В мечети погиб 41 человек, всего в мечети на тот момент находилось 60 человек. В общем, это преступление, которое мы не имеем просто права забывать, о котором мы должны напоминать ежегодно. И это то, за что должны понести ответственность виновные ее. Сегодня никто не понес за это ответственность со стороны России. И сам этот акт военного преступления, он не признан преступлением российской стороной. То есть, они даже это не признают. Они говорят, что якобы нанесли удар по рынку сбыта оружия и так далее. И таким образом они оправдывают один удар по центральному рынку. Но как они оправдают удар по центральному роддому, по мечети? И сегодняшние наместники в Чечне, Кадыров и Ко, ни слова об этом не говорят. Не требуют наказания, признания вообще, во-первых, это преступлением. Затем привлечения к ответственности этих людей. Они этого не требуют. Они рассказывают нам сказки о том, что якобы Тимирханова, Юсуфа они там поддерживали и так далее. Он убил Буданова. Но и Буданова они признают преступником. Якобы они его ненавидят. Хотя он их брат. Они все вместе на одной стороне сражались против нас. Но вот эти вот преступления, и сколько подобных было. Алды, Самашки. Сколько было таких военных преступлений. Ничего из этого не признано Россией как преступление. И сегодняшние наместники российские у нас в Чечне, они не требуют этого признания. Они не работают в этом направлении. Это и показывает их истинное отношение ко всему тому, что тогда происходило. Поэтому мы должны постоянно об этом напоминать. Мы должны их тыкать в эти преступления, которым нет срока давности. Постоянно мы будем им это напоминать, и мы будем это помнить. Да помилует Всевышний Аллах жертв этого военного преступления, наших братьев и сестер. В основном сестер, большинство погибших были женщины. Да обрадует Всевышний Аллах их всех раем. И да дарует Аллах терпение их родным и близким. Аллаху гештал цян, Аллаху дейпал бодиш. В том что, в последнее время я слышу, что Тейп Бену ответственен за геноцид Кадырова. Хотел бы узнать твое мнение насчет этого. Но это бред полный. Никакой ответственности Тейп Бену не несет. Хоть и Кадыров является выходцем из этого Тейпа, но именно представители этого Тейпа, достойные представители из этого Тейпа, которых, к счастью, очень много. Они и будут первыми, кто потребует ответ с этого преступника. Хвала Аллаху, наш народ, в целом чеченцы, мы уже ушли в этот этап формирования народа, когда клановость, тейповость племенностей отдается большая роль, но мы это уже преодолели. Это бывает, когда народ маленький, затем происходят какие-то внутриполитические процессы, когда сын выходит против отца, брат выходит против брата. И каждый народ в своем становлении, он проходит эти этапы. И мы уже прошли этот этап, и у нас нет такого, что какой-то Тейп, у них там в целом одно мировоззрение, и теперь если они придерживаются такого мнения, то все остальные, их потомки тоже будут придерживаться этого мнения. У нас нет, мы это уже преодолели. У нас из одного и того же Тейпа есть чеченские генералы, так скажем, и есть российские генералы. И это люди, которые друг друга ненавидят, которые друг с другом сражались и сражаются, и будут, иншаллах, сражаться. При этом они могут быть даже очень близкими родственниками, не просто там из одного Тейпа выходцами, а даже могут быть родственниками. Но они сражаются друг с другом. И это вот тот этап, который уже все мы преодолели, и возврата к этому у нас уже не будет. Томсо, когда ты отрицаешь геноцид русских в Чечне, ты приводишь абсурдный аргумент, мол, у вас с соседями были хорошие отношения. Ты правда думаешь, так хорошо было по всей республике? Никогда это не было моим основным аргументом. Это скорее уже после того, как аргументы высказываются, после этого уже как добивное, добивное, как бы, да, я говорю, ну и, собственно, мой личный опыт, да, и рассказываю о том, что были хорошие отношения. А так, основным аргументом всегда в пользу геноцида являются доказательства того самого геноцида. Это в первую очередь жертвы. Нет жертв, нет геноцида. А в Чечне нет ни одного массового захоронения русскоязычных людей, русских людей, которые бы погибли не от российских бомб и, там, от российских арт-ударов. То есть, такие, конечно, есть. У нас во дворе, допустим, есть такие погибшие русские люди, но они погибали именно от бомбардировок, там, от артиллерийских ударов. Так как бомбы и артиллерия, они ведь не выбирали, кто там русский, кто чеченец. Понятно, что они всех нас накрывали. И у меня, допустим, учительница, моя классная руководительница, она погибла именно от бомбардировки, от авиационного удара. Моя соседка, тоже русская бабушка, сгорела опять-таки от ударов артиллерии прямо у себя дома. А вот именно результатом какого-то геноцида, то есть, чтобы были жертвы, чтобы были захоронения, которые были бы обнаружены, задокументированы, такого нет. Это самый главный аргумент. Также нет ни одной, не то что международной правозащитной организации, но даже российской правозащитной организации, которая бы зафиксировала факт геноцида русского населения на территории Чечни. Ни одной, нет ни одного такого доклада. Все то, что говорят о якобы геноциде русского населения, это какие-то сомнительные каналы в Ютубе и какие-то комментарии. Ну и статьи, может быть, там на каких-то сайтах опять-таки сомнительные. Вот это все, все свидетельства геноцида. И еще самое интересное, что о самом геноциде русских, так называемом, геноциде русских людей в Чечне, заговорили далеко после окончания первой российско-чеченской войны. Когда солдаты, когда вообще входили российские войска на территорию Чечни впервые в 1994 году, нигде в мотивации этой войны не было вот этого геноцида. Об этом заговорили только во время уже второй войны, когда нужно было второй раз начинать войну, когда второй раз заходила российская армия. Тогда и появились разговоры о геноциде, который якобы был совершен еще тогда, до первой войны. Удивительная вещь, как так получилось. Ах, лукавый говорит, значит чеченцы не убивали русских и 300 тысяч не были выгнаны из своих домов. Нет, князь Милосердный не были, никто из своих домов выгнан не был и чеченцы не убивали, как ты говоришь, русских, кроме тех русских, которые с оружием в руках в составе российской армии пришли на нашу землю нас убивать. Да, вот этих, конечно, и русских, и хантов, и манцев, и якутов, и алтайцев, и татаров, и башкиров, и всех, кто был в этой российской армии, у нас их убивали, с ними воевали, сражались. Таких русских, да, может быть, убивали. А вот мирных жителей наших городов, наших сел никто не убивал. За исключением каких-то, может быть, бандитских моментов, которых было полно и в самой России, это все-таки были 90-е, как вы помните, лихие 90-е. Но так, чтобы у нас власть геноцидила русских или нерусских людей, такого не было. Наоборот, на тот момент Дудаев даже издал указ об отдельном, то есть именно русских людей упомянув их, чтобы этот слой населения был защищен. Дудаев такой указ даже издавал, учитывая, что чеченцы имеют все-таки очень тесную родственную связь, родственные связи, и у нас нельзя просто так человека убить и остаться безнаказанным. Но раньше нельзя было, сейчас это понятно, представители российской власти у нас, конечно, безнаказанно убивают сейчас чеченцев, но раньше так нельзя было. За любого убитого чеченца сразу же вставал его род, это была кровная месть. И вот этот промежуток, когда был бандитизм, развал, перестройка, и тогда именно русское население оказалось под угрозой, так как у них не было вот этих родственных связей, кровной мести, и они были для бандитов, они были более легкой такой добычей, мишенью. И Дудаев тогда издал указ, чтобы именно этот слой населения был защищен отдельно. Послушай, Тумсо, не лучше ли северо-кавказом оставаться в составе России, так как говорят, что в будущем мусульмане будут преобладать в численности в России, и власть перейдет мусульманам? Нет, станет Саня Скороход, не лучше. Даже если, как ты говоришь, такое произойдет, ну пусть это будет отдельно какой-то российским каким-то вопросом. Мы не хотим в этом участвовать. Можно мы будем отдельно? Будем со стороны наблюдать, и может радоваться, может переживать. Но вот не хотим мы быть частью этого процесса. Тумсо, ты хочешь, чтобы чеченцы отделились от России? А что будет с чеченцами, которые живут в России, родились в России? У меня есть друзья чеченцы, хорошие люди, они не хотят отделяться. Слушай, ну если они не хотят, если они хотят дальше проживать в России, ну пусть живут. Если они хотят жить там, будучи гражданами России, могут оставаться гражданами России, жить там. Если же у нас будет с Россией соглашение, дозволяющее двойное гражданство, то они смогут иметь двойное гражданство. Если же нет, то им придется выбирать одно из двух гражданств. Я думаю, эти люди должны иметь выбор, чего они хотят. Почему вы делаете видео на русском, а не на своем историческом языке? Чтобы ты, дорогой друг Владимир Дмитриенко, понимал меня, если я буду говорить на своем языке, ты не поймешь. А для меня важно, чтобы и ты, и огромное количество людей, говорящих и понимающих русский язык, чтобы они знали о том положении, которое у нас сегодня имеется в Чечне. Для меня это важно, чтобы не только мой народ об этом знал, а чтобы вы тоже это знали. Так как вас вводят в заблуждение, ваша пропаганда вам рассказывает неправду об этой войне, о положении сегодняшнем в Чечне. Вам говорят неправду, я хочу, чтобы вы знали правду. Поэтому я жертвую своим языком, так скажем, я говорю на вашем языке, чтобы вы это понимали. Субтитры создавал DimaTorzok